Друзья, всем привет! Зима идет полным ходом. Где-то опустились трескучие морозы уже давно, где-то опустились туманы с изморосью и слякотью. И архаманов, особенно новичков, интересуют такие вопросы, связанные с температурным режимом содержания орхидей, а именно фалинопсисов. И прежде всего температура содержания орхидей волнует не только там, где на полочках орхидей стоит, в стеллажах или еще где-то в комнатах, но и самое главное на подоконниках, друзья. И вот буквально вчера, позавчера, наверное, одна из зрительниц нашего канала Ленета Матросова задала следующий вопрос. Мне вот интересно, а сколько градусов показывают ваши градусники? И есть ли в комнате прибор, измеряющий влажность? Если есть, то сколько процентов он показывает? Друзья, на все эти вопросы я сейчас отвечу. Много было вопросов, связанных после того с температурой и влажностью, когда я показал вот эти вот стеллажи, плюс новый стеллаж, большой на 2 метра, на метр со своими светильниками и так далее и тому подобное. И вот как раз несколько дней назад, когда у нас за окном было минус 16 и я еще с подоконников не переносил орхидеи на свой новый стеллаж для того, чтобы на новом подоконнике повесить, точнее подоконнике на окне повесить, расправить шторы и повесить гирлянды новогодние. Я убирал оттуда орхидеи, потому что они мешали шторам, а открыта была штора для того, чтобы теплый воздух заходил на подоконник. Но все равно, друзья, перед тем как убрать в те трескучие морозы, я сделал видео и сейчас это видео покажу. И все прокомментирую касаемо температурного содержания фалинопсисов в зимний период. Какие минимальные, какие максимальные, поделюсь своим опытом. А вот что касается влажности, то тот, кто смотрит наш канал постоянно, то помнит, что мы не раз измеряли подручными средствами влажность в этой комнате, вот именно на этих полочках. И показывал ту влажность, которая у меня находится в этих помещениях, где находятся орхидеи. Но хочу сказать следующее, что если речь идет о фалинопсисах, именно гибридных, то гибридные фалинопсисы были выведены специально для домашнего содержания. То есть для содержания в тех помещениях, в которых проживают люди. А средняя влажность во всех помещениях, где проживают люди, в среднем 55%, друзья. Где-то в отдельные периоды может она, влажность понижаться краткосрочно до 30%, где-то в каких-то регионах при определенных погодных условиях за окном, эта влажность может подниматься вплоть до 80% в помещениях. Но так или иначе, большую часть года наши помещения, жилые именно где проживают люди, в среднем, в среднем в этих помещениях находятся 55%, ну вот от 50% до 60% влажности. И вот именно под эту влажность эти орхидеи и фалинопсисы и были специально гибриды выведены. Поэтому, если у вас есть измеритель влажности, если у вас нету, то его можно изготовить из подручных средств, имея вот такой вот самый обычный термометр для измерения комнатной температуры. Вот такой простой, кстати, у меня вот такие термометры, друзья, на всех полочках находятся. Они самые дешевые, я покупал их в Leroy Merlin, по 40 рублей они у нас продают, сразу купил несколько штук. И везде, где у меня стоят орхидеи, разместил эти термометры. И я наблюдаю, смотрю, и вот уже последние несколько лет использование вот этих термометров, а увлекаюсь я орхидеями 16 лет, но вот последние несколько лет использую термометры, расставляю и прям мне ради интереса смотрю за температурным режимом, о котором я сейчас расскажу. Но, что касается влажности, сразу поставлю точку, что, друзья, еще раз хочу сказать, что орхидеи и фаленопсисы могут прекрасно существовать при влажности 30% кратковременно. Прекрасно они себя чувствуют, когда влажность повышается до 80%, то есть это наоборот для них благо. Но и нормально они живут постоянно долго при долгосрочной влажности от 50% до 60%. Вот в этой влажности они прекрасно себя чувствуют. Другое дело, друзья, температуры. Но прежде чем перейти к температурам, хочу вам показать, похвастаться. У нас уже, посмотрите, я специально ракурс выбрал. Начинают зацветать купленные несколько месяцев назад орхидеи, малявочки в Амхе по почте через интернет. Вот азиатки, посмотрите, вот распускается наша с вами принцесса, орхидея принцесса. Так, ну это вот вы видите, оранжевый это уже у нас была, орхидея котлея. Котлея распускает желто-оражные, оранжевые цветочки с таким легким тонким ароматом они должны быть. Плюс у нас вот это вот, по-моему, орхидею, которую мы с вами пересаживали. Это орхидея розовая малявочка, розовая малявочка голландская в неорганическом грунте. Плюс у нас твинклы, друзья, твинклы, два твинкла, вот-вот внизу, вот там, вот видите, вот они бутончики. Вот-вот свои твинклы распустят бутончики, мы узнаем, какого они окраса. Плюс у нас фуллерс, смотрите, какой цветонос фуллерс выпускает, смотрите. Вот-вот он тоже на днях расцветет. И у нас, посмотрите, какая красоточка. Помните, мы несколько месяцев назад в начале, точнее, в начале этого года пересаживали неорганический грунт. Вот такую орхидеечку. Ей не обрезали цветонос. Она вот маленький такой вот дорастила от росточек, и на котором распустила вот такую вот лилово-желто-оранжевую. Оранжевый цветок, обалденный, друзья. И при этом она еще активно наращивает новый цветонос. Вот в таком грунте она у нас растет. Здесь грунт у нас слоями сделаны. Это керамзит и перлит. Ну, об этом в отдельном видео. Плюс еще у нас, это такой хваст, друзья, да, мотивационный хваст предновогодний. Плюс у нас вот такая вот малявка, посаженная в самом обычном кофейном стаканчике. Причем уже лопнутый он у нас такой, просачивается. Здесь у нас кора, древесный уголь, мох и пеностекло, друзья. Вот такая вот малявочка выдала два роскошных цветоноса. Посмотрите, какая красота. Да, и вот она их распустила. Это я специально, друзья, показываю. Для тех новичков, кто только-только собирается увлечься орхидеями и боится. Вот так просто в разных грунтах они растут и развиваются. Но, друзья, хочу перейти к вопросу о температурах. Прежде чем начать свой рассказ и показать видеокадры с термометрами на моих подоконниках и полочках. И показать, какая температура и рассказать. Все подробно хочу вам еще раз показать. Ну, во-первых, я по температурам не раз уже отвечал на вопросы в рубриках вопросы, ответы на вопросы из комментариев. Но отдельного видео про температурный режим содержания фаленопсисов у нас на канале не было. Вот я как бы убираю белое пятно в этом вопросе. И вот это видео как раз закроет это белое пятно. Хочу обратить ваше внимание вот на эти вот бирочки, которые очень часто при продаже орхидеи втыкают в горшочки. И обратить внимание на то, что вот на этих бирочках нарисован температурный режим. Ну, как правило, в большинстве своем здесь написаны цифры от 15 градусов до 25. То есть от 15 в зимний период до 25 в летний период. Вот это среднее значение, друзья, содержание орхидеи фаленопсисов. Но давайте... И вот на этой тоже, кстати. Где-то бывает 16 до 28 градусов, да. Но это еще и тот порог температур, оптимальный порог температур содержания орхидеи между днем и ночью. То есть вот если есть такой перепад между днем и ночью круглогодично, то орхидея будет развиваться просто великолепно. Ну, давайте я переключаю камеру на экран. И мы вместе с вами посмотрим наши с вами полочки. Вот, посмотрите, это полочка, где я недавно вешал штору, точнее на штору вешал зимнюю гирлянду новогоднюю. И вот здесь вот, посмотрите, на этом подоконнике, когда я еще не убрал, а несколько дней назад, когда за окном была у нас температура минус 16, на этом подоконнике температура... Вот, посмотрите, сколько была температура. Температура была 13 градусов. И это, друзья, я снимал в ранние часы. В ранние часы ночью температура на этом подоконнике могла опускаться и до 12-11 градусов. Вот примерно температуры 11-12 градусов у нас были ровно год назад, когда я уезжал в отпуск в Индии. И наступили сильные морозы до 25 градусов на этом подоконнике. Температура была очень низкой. И орхидеи спокойно себя чувствовали. Но, друзья, что хочу сказать, это не для орхидеи, купленных только что в магазине. Потому что мы приносим орхидеи с магазина. Они были приучены к тепличным условиям. Вот эти все орхидеи, которые здесь стоят на подоконнике. Вот он, роскошный Шанхай. Сейчас он уже больше цветов распустил. Тот, кто постоянно смотрит канал, знает его историю за последние 2-3 года. Что он у меня уже свыше 10 лет, этот Шанхай. И эти все цветы, которые стоят здесь на подоконнике, они уже не один сезон прошли через этот подоконник, где они сейчас стоят. Не один сезон. То есть это уже третья зима у них. И они более или менее адаптированы. Ой, посмотрите, какая красота. Я обожаю смотреть на только что, только что начинающие распускаться бутоны. Вот пользуясь случаем, Шанхайчик раскрывает. Вот кончик цветоноса дорастил Эдди Уайт. Ой, чуть камеру не уронил. Эдди Уайт, белый Big Lip. Вы уже видели его пару видео назад. Он уже распустил свой первый цветок. То есть все нормально. И второй распускает. Посмотрите, то есть температуры вот такие вот 12, 11, 13 градусов для орхидеи не проблема. Они прекрасно себя чувствуют, растят цветоносы. И сразу хочу сказать, что если у вас на подоконнике, например, температура, ну определенная температура, то в горшках у вас будет на 2, 3, а то и более градусов выше по-любому. Если, конечно, у вас орхидеи не на мокрых пяточках. Если они на мокрых пяточках, то на 1-2 градуса температура будет ниже вода. Сама вода будет на 1-2 градуса ниже той температуры, что на подоконнике. Именно поэтому я, помните, вам рассказывал о том, что там, где у меня холодные подоконники, нету батареи. Температура вот такая вот на подоконниках 13 градусов. И, видите, я спасаю их тем, что у меня открыта занавеска, потому что под подоконником нету батарей. Так, ну давайте перейдем на другую полочку. Это стеллажи в этой комнате, в которой я сейчас сижу, за моей спиной. И на подоконнике в этом помещении сейчас температура, вот посмотрите, вот такая, при минус 3 градусах за окном, на подоконнике 16 градусов. Это я сверяю, да, электронный и обычный градусник у меня стоят. Вот, это уже на следующий день кадры я снимал, когда у нас температура стала потеплее. И вот сейчас я вам достану другие градусники, которые на всех полочках у меня стоят. И покажу, какая температура на других градусниках, чтобы вы понимали. Вот чуть дальше от окна, видите, уже температура 18-19 градусов. То есть ночные температуры в любом случае у меня на всех, на всех, друзья, полочках и подоконниках, они ночные температуры пониже всегда. А дневные они повыше. Я всегда стараюсь, чтобы температура всегда ночью была ниже, днем была выше. Это для того, чтобы проходил более, скажем так, более, ну, нормально фотосинтез, процесс фотосинтеза, при котором именно растение вырабатывает углерод, строительный материал. И именно поэтому этот углерод идет на строительство корней, листьев, на цветение и так далее и тому подобное. Поэтому это очень важно для фаленопсисов. Конечно, дальше мы на нашем канале будем разбирать другие виды фотосинтеза фаленопсисов, потому что они одни из немногих растений, которые могут перестраивать. Вот видите, вот здесь на градуснике еще дальше уже 22 градуса температура на полочках. И вот, к слову сказать, что продолжая тему, хочу сказать, что новые фаленопсисы, когда вы приносите, то, конечно же, несколько месяцев, а то и год их нахождения в ваших домашних условиях, она может, конечно, капризничать. Но их нужно постепенно приучать к тем температурам, которые у вас находятся на подоконниках. Вот у меня старые орхидеи, они абсолютно, которые уже по нескольку лет у меня дома растут, цветут, по нескольку циклов они раскрылись, то они прекрасно выдерживают температуры. Вот те, которые я в начале вот этих кадров показал, 11, 12, 13 градусов на подоконниках. Другое дело, что есть вопросы, когда задают, Георгий, а что делать, когда температура, наоборот, высокая и жарят батареи. Так вот, друзья, оптимальные, краткосрочные, например, перепады температур фаленопсисы выдерживают от, вот я же говорю, новенькие фаленопсисы, вот купили из тепличных условий, поставили на подоконник. Они могут выдерживать 13-14 градусов краткосрочно и до 35 градусов тепла краткосрочно. Те орхидеи, которые у вас уже давно, по нескольку лет, они уже адаптированы, они долгое время могут такие температуры выдерживать, перестраивая свой тип, вид фотосинтеза, да, то есть жить спокойно. Вот здесь, видите, 15 градусов в углу, ну, угол холодный, да, потому что это внешние стены дома и вот в этих углах, конечно, холодный. Я собираюсь немножечко утеплить этот стеллаж. Присмотрел утеплительный материал в магазине, вот на днях куплю и вот, кстати, кадры, когда еще только-только начинает котлея зацветать, а только что в начале видео я вам уже показал, что она уже готовится распускать. Это другая котлея с запахом пиона, такой, знаете, лиловые большие цветы, крупноцветковая котлея готовится к распуску. Она тоже сейчас в другом месте стоит. Вот о чем, подводя итог температурного режима, те орхидеи, которые у вас уже не один год, они могут прекрасно выдерживать температуры низкие и высокие. А новые орхидеи, которые только появляются в ваших коллекциях, их, конечно же, нужно адаптировать по нескольку месяцев. Что касается жарких батарей, то у нас с вами есть видео на канале, в которых я показываю, как я, живя в квартире, когда-то защищался с помощью картона. С одной стороны, от сквозняка в окне холодного воздуха от окна зимой, а с другой стороны, от жарящей батареи, когда козырек от картона я оставлял, и он закрывал исходящий горячий воздух от батареи. У нас эти видео есть в плейлисте, плейлист называется «Орхидеи». Готовим зимой орхидеи, кажется так, что-то такое, да. Но я в ссылочке, друзья, под этим видео обязательно оставлю ссылку на этот плейлист «Орхидеи зимой», как-то так называется, я уже не помню, честно говоря. Но ссылку сразу оставлю в описании под этим видео. И там в этом видео показываю, как мы изготавливаем вот эти вот на заднем плане, вы видите, из полистирола, да, пеноплекса, пеноплекс, это пеноплекс, утеплительный материал, изготавливаем лотки на подоконник, чтобы температура была, ну, совсем не ледяная, да, как защищаемся. И как из картона обычно вот так вот Z-образную конструкцию из картона делаем для того, чтобы холодный воздух защищать от холодного воздуха от окна и козырек от горячего воздуха от батареи, чтобы орхидеи с одной стороны не замораживались, а с другой стороны не пересыхали. И вот что касается горячего воздуха, я не договорил, да, то, что при температуре свыше 35 градусов, когда поднимается температура, то орхидея впадает в ступор, она прекращает работу своей корневой системы, она останавливается. Ровно точно так же, как и при температуре ниже 10 градусов у фаленопсисов, когда температура опускается, достигает в горшках, где находятся корни, орхидея перестает давать команду корням качать воздух. И корни эти становятся просто лишними палочками, такими Митя просится, Митя, дай договорить, просто становятся палочками. Именно зачастую, друзья, когда холодной водой в магазинах поливают орхидеи, как пример хочу вам показать, наши с вами, мы боремся вместе с вами за вот эту вот орхидею, это наша с вами красотка, оранжевая, вот она. По всей вероятности, друзья, ее в магазине поливали холодной водой, холодная вода зимой в таких магазинах, как Оби или других, она ниже 10 градусов. Вот если орхидею полить водой ниже 10 градусов, то она остановит работу корневой системы, вот по всей вероятности у этой орхидеи остановлена работа, мы за нее боремся. Она в этих ситуациях, когда температура либо выше 35, либо ниже 10 градусов у фолинопсисов, орхидею впадают в такую, знаете, в своеобразную, они, ну как бы, знаете, спячку. Они закупориваются в самой себе и требуется не одна неделя, чтобы, ну как бы, разбудить орхидею и заставить ее развиваться, заставить вновь расти. И все это время, друзья, она ест сама себя. Я еще отдельно сниму про эту орхидею видео, но вы видите, что как пример того, что она сама себя ест, не работает корневая система, плюс она еще цветет, ей необходимые питательные вещества. И сейчас она внутри себя, то есть фотосинтез как таковой у нее не работает, она сама себя питательные вещества вытягивает из нижних листьев. Это очередные два нижних листа, которые она съедает. Что мы с ней будем делать в следующем раз, при следующей стимуляции обработки и бужении, да, ее, это я покажу, расскажу в следующем видео. Ну вот, как пример того, что у орхидеи при слишком низких температурах, либо слишком высоких температурах, могут останавливаться работы корневой системы. И мы можем получить то, что получаем. Вот такое квелое растение, застывшее растение. Конечно, там 10-9-8 градусов температуры орхидея не заморозится и не умрет. Она умрет, конечно, при минусовых температурах. А вот при 10 градусах, да, уже перестает работать корневая система. В общем, друзья, надеюсь, я ответил на вопросы, связанные с температурным содержанием фаленопсиса в домашних условиях. Плюс ответил на вопрос влажности, общей влажности. Что, по большому счету, в домашних, квартирных условиях влажность для гибридных фаленопсисов, это не самое первое, что им необходимо. Все может компенсироваться поливом, друзья, потому что гибридные фаленопсисы специально были выведены именно для содержания, квартирного содержания. Поэтому влажность не на первом месте. На первом месте это свет, это вода, полив, это температурный режим. Это вот основные, друзья, моменты. Ну, плюс еще удобрения. Ну, вот, в общем, все то, о чем мы рассказываем на нашем канале. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.